Здравствуйте, мои дорогие друзья, гости и подписчики канала Сольга на 6 сутках. Вот сижу, я собираю чёрную смородину и думаю, вот такие вот хорошие крупные ягоды. Урожай довольно-таки хороший, несмотря на то, что она попала во время цветения под 3 дня, 3 ночи возвратных заморозков. И думаю я о том, вот очень много сейчас появляется видиков, причём один снял, второй повторил, третий добавил, и вот друг у друга они просто эти сюжеты передирают, ролики о том, что летом надо чёрную смородину обрезать. У меня советское образование, темирязевка, у меня уже опыт работы с чёрной смородиной более 40 лет. Меня учили, что обрезка бывает осенняя, санитарная, и весенняя, формирующая. Никакой летней обрезки не было, ни слова. Есть зелёное нормирование побегов. Оно заключает в себе прищипку побегов, когда, например, у черешни они вырасти могут за сезон до метра. Поэтому, как только вырос побег до 40-50 сантиметров, его прищипывают. Выламывание слабых побегов, выламывание волчковых побегов, загущающих побегов. Всё это зелёные операции с побегами, которые делаются летом. Но ни про какую прищипку, ой, простите, обрезку ни слова не было. И вот начинают обрезать тут, вот обрезать там. Вы что-нибудь тут видите, что надо обрезать или нет? Я, например, со своим опытом работы с растениями я не вижу. Я не понимаю, чего тут лишнее, чего тут не лишнее, потому что здесь листья. Здесь не видно скелета, ветки, из чего она состоит, какой у неё прирост. Да, вот тут я вижу побег, вот вырос. Но где он вырос? Кто тут основная ветчь этого? Этого не видно. И вот начинаются копания вот в этих листочках. Вот тут обрезаем, вот тут выламываем, вот тут ещё чего-то. Но вот оно зачем? Сейчас снимаем урожай, собираем урожай. Смородине надо отдохнуть. Посмотрите, у неё рост побегов уже прекратился. Она уже не растёт. У неё начинается одеревенение, погиб, бегов. Она готовится к зиме. Подготовка к зиме – это сложнейшие физические, химические реакции, которые происходят в растениях. Это замена моносахаров на поле сахаров. Это замещение воды с сахарами. Там просто химия происходит. И вдруг сейчас ей стресс устраиваем, её начинаем обрезать. Зачем? Вам чего осени мало? Вам весны мало? Зачем её сейчас обрезать? Вот хороший побег. Вот он вырос сантиметров на 50. Он будет давать плоды. Весной или осенью его укоротите. И даст он на будущий год боковые побеги, которые тоже дадут вам будущие веточки боковые. А сейчас-то зачем? Я видела, когда обрезают летом смородину, у неё трогаются вот эти вот почки, которые должны перенести зиму и тронуться в рост на будущий год. И они могут быть цветковыми. Они начинают расти. Сейчас надо подкормить полное комплексное минеральное удобрение с микроэлементами. Осенью, когда она в покое уже будет, можно там перегнойчиком обложить, навозиком сверху. Что-то всё за зиму перепрело, перегнило и весной начало работать. Суперфосфата положить осенью. Сейчас можно провести обработку от болезней, потому что мучнистая роса начинается. Потому что на некоторых есть антракноз. Потому что сейчас будет ржавчина у многих. Раньше её не было, не знал, что такое ржавчина. А сейчас вот эта вот мода на посадке сосны около домов привела к тому, что на смородине не стала появляться ржавчина. Сосна является переносчиком, хозяевом ржавчины чёрной смородины сосна и осока. И вот смородина стала болеть. Сейчас делаем профилактику. То есть подкормка, полив, потому что лето было сухое, но без энтузиазма. Самое главное, чтобы она не начала у вас расти. Она должна сейчас отдыхать, накапливаться сил, закладывать новые плодовые цветочные почки. Зачем её обрезать? Заняться, что ли, нечем? Так что, кто обрезает? Кто слушает этих блогеров, при том с огромным количеством подписчиков, с большим авторитетом? Я тут даже не выдержала, не буду называть имя, написала комментарий. Что за терминология? Нет таких выражений в плодоводстве. Режем. Что такое? Режем хлеб. Режем сыр, масло. Но не режем деревья, мы их не режем. Ещё какое-то там слово было ужасное. Укорачиваем, прищипываем. Но там что-то было вообще какое-то. Вот она придумала это слово, и давай вот его везде говорить. Я даже не помню. Так что напишите, пожалуйста, комментарий, для чего вы делаете летнюю обрезку чёрной смородины. Пока, мои друзья. Спасибо, кто это длинное, нудное видео досмотрел до конца.